В течение трех последних месяцев в нашем городе произошло несколько квартирных краж. Сотрудники милиции задержали подозреваемых в совершении этих преступлений. Ими оказались двое детей. В начале января сотрудники уголовного розыска совместно с работниками криминальной милиции по делам детей задержали двоих несовершеннолетних жителей Авидеопольского района. 12-ти и 10-ти летний брат и сестра подозреваются в совершении нескольких квартирных краж в городе Ильичевске. Ими совершено более 10-ти квартирных краж на территории города в период с ноября 2011 по январь 2012 года. На данный момент задокументировано 5 фактов совершенных ими краж и проводится уже полная проверка по всем совершенным кражам на территории города Ильичевска. Малолетние правонарушители использовали простой способ проникновения в квартиры. Все потерпевшие оставляли на ночь незапертыми входные двери. Чаще всего они совершали кражи путем договоренности и проникали в квартиры, проверяя, не заперты ли двери. В основном кражи происходили ночью в период с 12 до 2 часов ночи. Хозяева домовладения находились дома, двери не закрывали. Приметом преступления в основном это были денежные средства, верхняя одежда, куртки, сумки, женские, мужские, барсетки. Согласно уголовному кодексу Украины кража с проникновением в квартиру влечет за собой наказание в виде лишения свободы. Однако к несовершеннолетним этот вид наказания не применяется. На сегодняшний момент сотрудниками криминальной милиции по делам детей проводится мероприятие и сбор документов для оформления задержанных брата и сестры в спецшколу. Так как согласно уголовного кодекса данные подростки не являются субъектами привлечения к уголовной ответственности. Поэтому нам необходимо их изолировать от общества, когда они совершают тяжкие преступления. На сегодняшний момент дети находятся под присмотром родителей. По решению Авидеопольского суда они отданы родителям на поруки. Жертвами преступников часто становятся беспечные и невнимательные люди. Соблюдая самые элементарные правила безопасности, можно существенно снизить риск стать мишенью для любителей легкой наживы.